За десятки лет творческого пути Николай Кузьмич покорил не одну вершину. Он вошёл в элиту отечественных мастеров искусств. Член Белорусского союза художников, руководитель Народной любительской студии изобразительного искусства фарбы, обладателем многочисленных наград различного уровня. И тем не менее, медаль Франциско Скорыны для него имеет особое значение. Эта награда очень для меня значимая. Во-первых, это награда государственная. И она подписана нашим президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому для меня... Ну, тем более, что награда-то названа именем Франциско Скорыны. Это для меня личность очень значимая. Это учёный, это просветитель. Скорбная мастерская художника располагается на последнем этаже обычной Музырской пятиэтажки. Здесь, по признанию Николая Кузьмича, он проводит большую часть своего времени. Работает над новыми картинами, принимает гостей. Своего звёздного часа ждут десятки полотен. Но это далеко не вся коллекция Дубровы. Часть хранится в архивах Национального музея и выставочных залах страны. Ещё больше радует своих счастливых владельцев, а также посетителей многочисленных выставок. Хотелось бы, чтобы каждая выставка была очень разнообразной, чтобы там присутствовали и портрет, и натюрморт, и картина, и пейзаж. Поэтому, чем разнообразнее выставка, как по цвету, как по сюжетам, по мотивам, то она наиболее интересная, конечно. Среди живописных полотен мастера много пейзажей. И каждому из них, как нельзя лучше, подходит эпитет очень. Картина раскрывает не только тонкий вкус автора, но и всю такую неброскую на милую сердцу красоту белорусского полесья. Не собираюсь открывать Америку, там что-то, а пишу то, чем я живу вокруг меня. Прекрасные живут люди, трудолюбивые, прекрасная природа. Белорусская природа, она вообще в целом, она такая скромная, неброская. Нельзя ее сравнить, например, с природой Крыма, Кавказа. Даже вот, будучи в Голландии, даже с Голландией нельзя сравнить, там, с другими странами. Но она своеобразная очень. Творческую деятельность Николая Дуброва уже много лет совмещает с профессией педагога. С большой любовью наставник передает свое мастерство юным воспитанникам из-за студии «Фарбы». Самые талантливые ее выпускники успешно продолжают писать картины, поступают в профильные колледжи и университеты. И ежегодно в двери Мозорского центра творчества детей и молодежи стучают десятки родителей, которые приводят малышей на их первые уроки рисования. «Мне очень нравится с детьми работать. Вообще я люблю очень детей. Они такие непосредственные, они такие потешные порой. Они такие, в другой раз высказывают такие пряможеные мысли свои. Все. С ними очень интересно». Сегодня Николай Кузьмич продолжает принимать многочисленные поздравления и сам не устает благодарить тех, кто вместе с ним прошел все этапы до торжественной церемонии. Коллег из Центра творчества, представители отдела образования и райисполкома, близких друзей. В январе художнику исполняется 65 лет, а значит, самое время готовиться к большой персональной выставке. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фитцнер, Телеканал Мозорь.